Итон ТВ И вчера я говорил о первом сражении, о первой битве с фашизмом, в которой приняли участие евреи, военнослужащие Советской Красной Армии в Испании, а сегодня мы уже переходим к Великой Отечественной войне. А моя тема, которой я занимаюсь на протяжении уже многих лет, это участие советских евреев в битвах с фашизмом, участие советских евреев во Второй мировой войне, в Великой Отечественной войне. Потому что я сын военнослужащих, я до 12 лет воспитывался в военном городке у родителей, которые познакомились на фронте. Так я перехожу к участию евреев в Великой Отечественной войне. Всего, может быть, многое, о чем я буду говорить, будет для многих, так сказать, неожиданностью или редкостью, то, чего они не слышали, но я за последние годы имел возможности выйти в архивы, куда не было возможности выходить, так сказать, 10, 20, 30 или 40 лет, тем более 40 лет тому назад. В годы Великой Отечественной войны всего в Советском Союзе было развернуто 97 армии. Ими командовали в разное время около 150 генералов русских по национальности, 34 генерала украинца, 10 евреев, 2 грузина, армянин и грек. Совершенно ясно, что среди командующих армиями евреи занимали в абсолютных числах третье место после представителей двух основных национальностей Советского Союза русских украинцев, значительно опередив всех остальных, неизмеримо превосходящих их по численности. А пропорционально же численности евреев среди народов СССР, командармы евреев Великой Отечественной войны, так же, как и в Испании, по праву стояли на почетном первом месте, опередив очень многих других, не хочу называть национальность, не хочу никого обижать. Евреи в разное время командовали 15 общевойсковыми армиями, 4 инженерно-саперными армиями из 5 развернутых в годы войны в Советском Союзе, 1 флотилии и 2 авиационными армиями. Первым из командармов, я хочу назвать дважды героя Советского Союза, для многих это будет неожиданно, Родиона Рувима Яковлевича Малиновского, родившегося в 1898 году в Одессе, в семье Янкеля Малиновского и его жены Леи, названного при нарождении Рувимом. Происхождение Малиновского было установлено и доказано членами редколлегии российской и еврейской энциклопедии, изданной в 1995 году. Родион Яковлевич Рувим Янко Ильич Малиновский в годы войны командовал 6-й армии, затем 66-й, 2-й гвардейской, начиная с 1943 года Малиновский командовал Южным и Юго-Западным фронтом и 2-м Украинским фронтом и, наконец, именно Забайкальский фронт во главе с Малиновским разгромил Квантунскую армию Японии. Следующим в этом списке комендармов я упоминаю генерала армии Героя Советского Союза Якова Григорьевича Крейзера, который командовал знаменитой 51-й армией в Сталинграде, потом 2-й и 3-й гвардейскими армиями. С именем Крейзера связан героический подвиг 1-й московской мотострелковой дивизии, которую он командовал и которая уже в первые дни войны в районе Борисова на Березине. Умело организованным Крейзером контрударом почти на четверо суток задержало продвижение танковой армии генерала Гудериана и всех передовых частей группы армий Центр. Как признал в своих воспоминаниях впоследствии генерал Гудериан лучший танкист в немецкой армии, его войска в этих боях хорошо почувствовали мощь советских танков Т-34, которыми была укомплектована дивизия Якова Крейзера и перед которыми немецкая противотанковая артиллерия оказалась бестильным. За успешное руководство боями на Березине и в районе шоссе Минск-Москва и проявленный героизм Яков Георгиевич Крейзер первым из советских военачальников в годы войны будут достоин уже в июле 41-го года звания Героя Советского Союза. Все о чем я говорю, я говорю источник. Великая Отечественная война Советского Союза 41-45-х годов, краткая история, издательство Министерства обороны СССР Москва, страница 65, это для сомневающихся. Генерал армии, Герой Советского Союза, киевский еврей Владимир Яковлевич Калпакчи в разные годы командовал 18-й, знаменитые 62-й, 30-й, 63-й и 69-ми армиями на фронтах Великой Отечественной войны. То, что касается Калпакчи, с ним вообще произошла очень интересная история. Герой Советского Союза, генерал армии Владимир Яковлевич Калпакчи, Вольф Янкелевич Калпакчи погиб в авиационной катастрофе в 61-м году. По многим источникам он проходил как русский, как украинец, кто угодно, но в Подольском архиве Советской Красной Армии есть документ о присвоении Калпакчи звания комбрига в 38-м году и о том, как он был переведен в генералы-майоры. Так вот, там четко и ясно было написано, Владимир Яковлевич Калпакчи, еврей, родился в Киеве. Поэтому, так сказать, чтобы никто не сомневался, есть оригинальные документы. Вальтер Кальман Сверчевский, генерал-полковник Советской Армии, кстати, польский еврей, командовал 2-й польской армии. Генерал-лейтенанты Лев Соломонович Сквирский и Яков Семенович Дашевский командовали, соответственно, 26-й гвардейской армией и 16-й армией. Герой Советского Союза генерал-лейтенант Перхорович Франц Иосифович командовал 47-й гвардейской армией на 1-м Украинском фронте. Генерал-лейтенант Городницкий Юдальонцевич командовал 14-й армией. Генерал-полковник Гостилович Антон Иосифович командовал 18-й армией на 4-м Украинском фронте. Как я до этого до всего доходил? Когда ты читаешь, скажем, героя Советского Союза Прохоровича Франца Иосифовича, и написано, что он родился в белорусском местечке в многодетной семье, но про национальности нигде не сказано. Потом появляется, что он белорус, потом появляется, что он русский, и, наконец, находится настоящий источник, где написано «Франц Иосифович Перхорович родился в еврейской семье, в Белоруссии еврейского происхождения». То есть архивы. Спасибо, что удалось прийти к архивам. Евреи-генералы, я говорю в этой передаче о евреях в генеральских погонах, были начальниками штабов во время войны в 22-х армии. Я переведу только несколько фамилий. Это генерал-лейтенанты Зиновий Захарович Рогозный, Самуил Миронович Рогачевский, Лев Борисович Соседов, Анатолий Нафталий Иосифович Мезерштейн, Анатолий Нафталий Иосифович Андреев, и генерал-майор Моисей Исакович Семеновский, Венемин Львович Берлин, Лев Самуилович Березинский, Марк Юрьевич Бирман, Самуил Абович Маркушевич, Борис Михайлович Головчинер, Григорий Евсеевич Прейсман, Юдаль Леонтьевич Городицкий, Владимир Лейбович Сейтлин, Исаак Яковлевич Малышинский, Евгений Яковлевич Вестиник, Венемин Львович и другие. В разные времена, в разные времена, в годы войны, евреи командовали 24 корпусами. В Красной, а потом уже и в Советской армии, соответственно, 10 корпусов, это стрелковые и кавалерийские, 8 механизированные, 2 танковые, 1 корпус ПВО. Наиболее известный из них генерал-майор Михаил Григорьевич Хацкелевич, командир 6 корпуса, танкового, механизированного, геройски погиб в 1941 году, сгорел в танке. Генерал-лейтенант, герой Советского Союза, Семен Моисеевич Кривошеин, командир 25 механизированного корпуса, потом 3 корпуса. И во главе, наконец, 1 механизированного корпуса, он прорывает брешь в немецкой обороне, на Зиеловским высотам, и первым врывается за своим корпусом в Берлин. Первым мех корпусом командовал также генерал-лейтенант Михаил Львович Чернявский. Стрелковыми корпусами командовали генерал-лейтенанты Зиновий Захаревич Рогозный, Иосиф Григорьевич Рубин, Исаий Яковлевич Бабич, генерал-майоры Григорий Моисеевич Зусманович, Рафаил Павлович Кмельницкий, Яков Львович Тейман, Юда Леонтьевич Городницкий, Михаил Соломонович Блан, генерал-майор Цейтлин командовал гвардейским кавалерийским корпусом. Генерал-майор Ефим Александрович Райкин командовал корпусом ПВО спецназначения, а генерал-лейтенант Абрам Матвейдж Касин командир особого танкового корпуса. Евреи и генералы были начальниками штабов в 12 корпусах семистрелковых, двухмеханизированных в корпусе прорыва резерва Верховного командования. Опять, не буду приводить их имена, у меня есть все эти имена. К концу войны, сейчас глотну, к концу войны в советских ВВС было всего только два генерала-еврея. Генерал-майор, извините, к началу войны в советских ВВС было всего только два генерала-еврея. Генерал-майоры Зиновий Померанцев и Борис Теплицкий. Не следует удивляться, так как накануне войны, кроме командующего ВВС Красной Армии, дважды героя Советского Союза, генерал-лейтенанта Якова Смушкевича, были расстреляны еще 11 авиационных генералов-евреев. За годы войны звание генералов-авиации было присвоено 22 евреям. Пять из них командовали авиационными дивизиями. Пару фамилий наиболее известных из них. Генерал-майор Илья Юдовин, командир 216-й гвардейской бомбардировочной дивизии. Юрий Беркаль, генерал-майор, командир 282-й гвардейской истребительной дивизии. Евреи были заместительными командующими воздушными армиями. Генерал-майор Истраиль Геллер, Зелик Йофи, Аврам Златоцветов, Гольфор, в настоящую фамилию, и Давид Шлобожан. Генерал-лейтенант Александр Рафалович командовал авиацией фронта. Генерал-лейтенант Григорий Гуревич был главным инженером ВВС Балтийского флота. Генерал-майор Зиновий Померанцев был заместитель командующего авиации фронта. Начальником штаба дальней авиации был Герой Советского Союза генерал-лейтенант Марк Щевелев. Генерал-майор Борис Пасаревский назначается в 43-м году командующий авиацией фронта. Генерал-лейтенант Яков Бибиков начальник оперативного отдела главного штаба ВВС. А генерал-лейтенант Михаил Левин начальник управления главного штаба ВВС. Генерал-майор обратите внимание друзья генерал-майор авиации в 44-м году он получил это звание. Израиль Ильич Семельников стал в 33 года самым молодым генералом советских ВВС. Моложе его на год был разве что только Василий Сталин. Но по определенным соображениям я не могу их сравнивать и я их не сравниваю. Евреи вице-адмиралы Абрам Львович Генкин и Александр Григорьевич Орлов и контр-адмиралы Павел Алексеевич Трайнин Марк Михайлович Богдановский Давид Данилович Бородавка Сергей Борисович Верховский Борис Михайлович Волосатов Анатолий Александрович Галицкий Григорий Наумилович Титов Оскар Соломонович Жуковский Григорий Геннадьевич Кайданов Давид Самолыч Сигал Илья Йосифович Беляев Наум Израилевич Сырюльников Данил Григорьевич Шиндлер Генрих Владимирович Штейнберг Григорий Мануилович Народский и другие Были начальниками Управления Военно-морского Флота Начальниками Штабов И оперативных Отделов Флотов Командовали Дивизиями Боевых Надводных И подводных Кораблей Контр-адмирал Александров Александр Петрович Командовал Азовской Флотилией Ленинградской Военно-морской Базой И был начальником Штаба Балтийского Флота Контр-адмирал Фельдман Был первым Военно-начальником Морским В Советской Армии Который Получил Самый Знаменитый Орден Орден Наимова Первой Степени Под номером Один Порядковый Номер Этого Ордена У Фельдмана Это номер Один Вы знаете Евреи Еще что Интересное Командовали Двумя Фронтами Григорий Штерн И Радиом Или Руми Малиновский Генерал Лейтенант Александр Абрамович Мургов И Александр Маркович Крупников Были Заместителями Командующих Фронтов Генерал Майора Григорий Данилович Стельма Анатолий Анисимович Кацанельсон И Владимир Яковлевич Колпахчи Были Начальниками Штабов Фронтов Генерал Майоры Равинович Суприан Эх Райкин Трайсман Генерал Лейтенанты Хасин Бинович Илю Чернявский Были Командующими Бронетанками Войсками Фронтов Знаете Генерал Полковники Александр Данилович Цирлин И Леонти Захарович Котляр Были Командующими Отдельными Инженерно-саперными Армиями А в дальнейшем Командующими Инженерами Войсками Различных Фронтов Генерал Лейтенант Рон Шевелевич Шифрин Генерал Майор Самуил Григорьевич Шапир И Генерал Майор Яков Давидович Рапопор Также Командовали Инженерными Войсками Фронтов Генерал Лейтенант Йозеф Григорьевич Рубин И Наум Семенович Соркин Были Начальниками Развед Управления Фронтов Генерал Лейтенант Рафаил Павлович Хамильицкий В годы Войны Был Начальником Развед Отдела Центрального Штаба Партизанского Движения Генерал Лейтенант Бибич Марк Абрамович Заместитель Начальника Главного Управления Контрразведки Народного Комиссариата Обороны А генерал Лейтенант Белкин Михаил Ильич И генерал Майор Болотин Григорий Самович Являлись Начальниками Отделения Управления Контрразведки СМЕР Различных Фронтов Генерал Лейтенант Карпонос Арон Киршевик Заместитель Начальника Генерального Штаба Красной Армии И начальник Главного Организационного Управления Красной Армии 10 генералов Командовали Бронетанковыми Войсками В действующих Армиях Не хочу Перечислять Фамилию У меня Более 10 генералов Были Начальниками Инженерных Войск Различных Армий Если Кто-нибудь Захочет Поинтересоваться Узнать Это все Можно будет Узнать И получить У меня Евреи Были Представлены На невероятное Количество Должностей Я приведу Несколько Примеров Начальником Центрального Санитарно-медицинского Управления Красной Армии Был генерал Леонид Генрихович Радгаус А его Застителем Были Генерал-майор Владимир Данилович Бершацкий Генерал-майор Изослав Израиль Самолович Смоляров Генерал-майор Липа Аврунович Ходорков Генерал-майор Владимир Семенович Левит Главный Хирург Красной Армии Генерал-майор Мирон Мейер Семенович Вовсик Брат Михоэлса Главный Терапевт Красной Армии Генерал-майор Михаил Исаевич Неменов Главный Рингенолог Красной Армии Генерал-майор Давид Абрамович Энтин Главный Врач Стоматолог Красной Армии Евреи Приблизительно 40 генералов Евреев У меня Передом Глазами Я вижу Всех Их Фамилии Были начальники Санитарного управления Фронтов Я перечислил Только несколько Из них Генерал-эсенант Александр Евкевич Песец Ленинградского Волховского Карелского Северного Фронта Генерал-майор Иосиф Высакович Ставицкий Западного Сталинградского Четвертого Украинского Генерал-майор Лазарь Моисеевич Мойжец Закавказского Генерал-майор Александр Нович Соколов Центрального Волховского Генерал-майор Галик Третьего Украинского Генерал-майор Модест Абрамович Шамашки Северо-западного Первого Прибалтийского Второго Белорусского Генерал-майор Борис Самойлович Сигаль Первого Украинского Генерал-майор Марк Симонович Искин Первого Прибалтийского И так далее И так далее И так далее Не было Не еврея Который был Начальник Санитарного Медицинского Управления Фронтов Начальниками Санитарного медицинского управления, армия отдельных. Были генерал-майор Семен Давидович Рейзин, Зиновий Моисеевич Волынский, Йосиф Исакович Ставицкий, Яков Игнатьевич Черешовский, Емель Самулович Прид. Еще более-более ста полковников медицинской службы на генеральских областях. На генеральских должностях, которые не получили, так сказать, генерала. Между прочим, Миша, мы с вами знаем еще нескольких уже в наше время, во время нашей молодости. Несколько полковников на генеральских областях, которые не стали. Знаете, может быть, стоит вспомнить о высочайшем проценте возвращения раненых бойцов Красной Армии из госпиталей на фронт, в строй. Почти 80% и о том, скольким бойцам вернули жизнь и здоровье еврейских врачей. Еврейские врачи по неполным архивным данным на фронтах Великой Отечественной войны погибло более 6,5 тысяч воен-врачей всех рангов евреев по национальности. Надо вам сказать, что у меня было немного больше материала, но у меня уже какие-то появились трудности с голосом. Поэтому я на этом закончу. Да, тем более, что надо что-то оставить и на следующей передаче. Будьте уверены, что на следующей передаче есть не только не меньше, а даже больше. Что самого интересного, когда люди услышат от меня, может быть, вещи, которых они даже не думали и не догадывали. Следующая передача коснется, скажем, наши герои, наши наркомы. Мы с вами говорили пока о генералах на фронтах. Сейчас начнем с вами говорить о генералах, которые производили то... Ну и сейчас, а в следующей программе. В следующей программе. Алекс, большое вам спасибо. С наступающими вас памятными датами. Спасибо. И вас также. Всего вам доброго. Будьте здоровы. До свидания. До свидания.